Добрый день, коллеги. Немного о другом аспекте. Добрый день, коллеги. 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 равноправное создание технологий с возможностью разделения интеллектуальных прав по тем технологиям, которые создаются совместно. Если взять пример гидродинамического и симулятора ГРП, который реализован с нами совместно с МФТИ, то сейчас МФТИ спокойно реализует данный продукт уже на открытом рынке. Большую работу мы закончили, трехлетний контракт совместно с ведущими ВУЗами, разработали большое количество технологий и методик именно для блаженовской свиты. И это все легло в основу нашего предложения и создания вот этого технологического полигона. Я не буду сейчас, наверное, много времени отводить, агитируя или разговаривая на тему потенциала, геологических ресурсов. Это тема, наверное, другой конференции. Больше хочу вас сосредоточить на том технологическом полигоне и национальном проекте, который мы сейчас начали реализовывать. Весь смысл национального проекта, который был защищен на площадке Министерства энергетики, заключается в том, что мы взяли на себя определенные обязательства за определенный срок создать комплекс отечественных технологий, позволяющих рентабельно опоисковывать, вводить в разработку и разрабатывать месторождения блаженовской свиты. Для этого запланирована работа как минимум по восьми представленным направлениям. Это начиная от технологий бурения горизонтальных скважин, третичных методов, программного обеспечения и технологий многоступенчатого ГРП. Также это создание отечественной геофизической аппаратуры и методик исследования, оборудование ГРП непосредственно самих флотов и его компонентов для насосов высокого давления, высокоскоростных блендеров и прочего оборудования, и оборудование сбора и подготовки продукции, где мы закладываем концепцию мобильного обустройства, и элементы этой концепции уже достаточно эффективно опробовали в промышленных масштабах. Вы знаете, например, что у нас отгрузка на Новопортовском месторождении выполняется по системе гибкого трубопровода, когда по системе гибкой трубы у нас производится отгрузка на наливной терминал. Я просто как один из примеров привел. В чем сутевая часть? Что конкретно мы сейчас предлагаем отрасли? Мы предлагаем отрасли, мы сейчас этим занимаемся. В конце 2018 года мы создадим отдельное юридическое лицо, площадку, которая будет иметь статус технологического центра БАЖАН в Фантамансийске. Данное отдельное юридическое лицо будет иметь выделенную проектную команду, которая специализируется на создании технологических проектов, и в том числе управляет программой опытно-промышленных работ непосредственно на Пальяновской площади. Пальяновская площадь и сама лицензия будет передана этому юридическому лицу. Мы сейчас ведем системную работу для того, чтобы получить специальный статус, изменить закон о недрах в плане создания технологических полигонов и всех требований и критериев, которые отвечают на этот специальный вид лицензирования. Вы, я думаю, прекрасно знаете, что мы живем в той парадигме, что у нас существуют две основные лицензии – это на поиск и на разведку и добычу. Также в рамках этого юридического лица сразу предусмотрена конструкция, что она сможет создавать достаточно быстро и эффективно отдельные проекты, отдельные юридические лица для реализации конкретных технологических проектов. И именно в эти технологические проекты со своими идеями и технологиями мы приглашаем участников рынка. Мы приглашаем сюда как вертикально интегрированные нефтяные компании, так и производители оборудования, сервисные компании для того, чтобы здесь уже с четким технологическим планом, с абсолютно четким технологическим проектом, с четко сформулированными задачами КПЭ и их периметром, с оговоренными заранее системой по разделению и управлению в дальнейшем интеллектуальной собственностью, которая будет создана в рамках этой работы, вести работу, так скажем, цивилизованным образом, создавая вот эти мини-SPV или JV, как вам удобно, под каждый конкретный технологический проект. При этом в нашем понимании выигрывают абсолютно все, и разработчики инноваций, для которых предоставляется такая площадка и возможность испытать оборудование на полигоне. А вы сами прекрасно знаете, что это зачастую та самая долина смерти, когда этап от научно-исследовательских работ до коммерциализации самого продукта не проходит эффективных опытно-промышленных испытаний. Вы также прекрасно знаете, что качественное ОПИ, оно, как говорится, дорогого стоит, и обеспечение этого опытно-промыслового исследования хорошей методической базой и контрольно-измерительным комплексом с четко закрепленными параметрами – это, наверное, залог успеха опытно-промышленных работ. Для государства это абсолютно точно хороший инструмент для выполнения энергетической стратегии «ЭТЭК». То есть, несмотря на то, что мы достаточно длительное время, на моей памяти, уже годы с 2013-2014 мы масштабно говорим об освоении нетрадиционных запасов, добыча, к сожалению, можно констатировать, что так и остановится промышленно на уровень до 1 миллиона тонн по территории Хмао-Юнао, по тому же самому Бажену, а в области Андоманика или других типов запасов мы точно тоже далеко не особо продвинемся. Поэтому вот эта площадка, она как раз-таки и позволяет консолидировать все усилия, потому что однозначно видно, что ни одной компании, наверное, несмотря на всю их мощь и возможности, на сегодняшний день такую тему сдвинуть с места в одиночку невозможно. Ну и для инвесторов это прозрачный механизм и доступ, значит, к перспективным технологиям, это возможность использовать, значит, качественно экспертизу заказчика, пока что в нашем лице, надеюсь, что в дальнейшем к нам присоединятся и другие нефтяные компании. Теперь конкретно о технологическом полигоне и Пальяновском участке. Пальяновский проект – это компактное месторождение, небольшое, на сегодняшний день полностью обустроенное, готовое к этой работе и кустовыми площадками, и нефтесборными сетями. Развитая инфраструктура, имеется в нашем портфеле, это максимальная геологическая изученность, то есть мы достаточно уверенно себя чувствуем с точки зрения прогноза и получения промышленных притоков. Для нас это сейчас подтвержденный факт, скважины пробуренные продолжают работать, некоторые продолжают работать в фонтанном режиме, имеем мы уже достаточный опыт и накопленную добычу, чтобы говорить о том, что потенциально коммерческий кейс, он возможен. И мы четко понимаем, по каким элементам стоимости и каким костинжинирингом надо заниматься, чтобы выйти в ту зону, когда добыча из Баженской свиты станет действительно коммерчески эффективной. Значит, что мы планируем делать? У нас есть четкий план до 2025 года по созданию комплекса технологий, при этом каждый год мы планируем бурить на уровне 14-15 горизонтальных скважин, отрабатывая весь комплекс технологий, тот, о котором я сказал, и выполняя четко поставленный технологический эксперимент, который позволит обосновать именно критерии эффективного управления разработкой через систему создания искусственного коллектора. То есть мы здесь основной идеей и концепцией закладываем создание SRV, то есть объема стимулированного или искусственного коллектора за счет создания многотречных систем вокруг горизонтальных скважин. Ну и в дальнейшем опробование третичных методов повышения нефтеотдачи на Баженской свиты – это комплексы термохимических обработок. Значит, параметры численные – это параметры национального проекта, который утвержден на сегодняшний день. Вот я здесь показываю тут минимальный объем в трехлетке 2018-2019-2020 года, который мы планируем проинвестировать. Здесь вы видите с нашей стороны обязательства по инвестициям в бурение и разработку опытных образцов. На сегодняшний день уже 15 проектов заявилось на участие в этом технологическом полигоне, и сейчас нами направлена консолидированная заявка при поддержке Минэнерго в Минпромторг на получение субсидий на реализацию данных проектов. Вот вы видите там, что на отдельные технологические проекты планируется господдержка в объеме, указанном на этом слайде. Да, все, я уже заканчиваю. Вот. Ну, здесь что важно отметить, что, значит, мы этот проект сейчас стартовали. Мы работаем над механизмами государственной поддержки на федеральном уровне. На региональном уровне эти механизмы уже на сегодняшний день реализованы. Для всех участников этого проекта департаментом промышленности ХМАО предоставляется, значит, спецусловие по региональным специнвестконтрактам. Если вы не знаете, я напомню об этих условиях. Это возможность получения, значит, инвестиций под 4-5% на создание производства. Это льготное налогообложение по налогу на прибыль, налогу на имущество. Это возможность размещения производств на территории технопарков ХМАО. Ну и, соответственно, для всех участников этого проекта на федеральном этаже мы также планируем получить льготы, которые на сегодняшний день существуют именно в рамках специнвестконтрактов. Поэтому в рамках заявленных тематик мы открыты к предложениям. В следующем году мы запустим открытую площадку, на которой можно будет размещать все ваши идеи и предложения. Площадка будет курироваться администрацией ХМАО и куратором из Минэнерго, поэтому это будет отраслевая площадка, которая будет абсолютно видна и доступна всем. У меня все. Готов к обсуждению. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...